50-летие Николая Михайловича Карамзина. Сегодня, 1 декабря, исполняется 249 лет, и мы вступаем в год Карамзина, который торжественно будет праздновать вся Россия. Большие торжества будут в Москве, точнее сказать, в Москве, в Астафьево, в том самом имении, где когда-то Николай Михайлович Карамзин писал историю государства российского. Большие торжества будут и на родине Карамзина в Сибирске, да и каждый город не останется равнодушным, каждый город нашей страны не останется равнодушным к этой дате. Потому что Николай Михайлович Карамзин по справедливому замечанию Александра Сергеевича Кушкина открыл нам Россию, как когда-то Голуб открыл Америку. Открыл нам, я имею в виду, русскому обществу начало 19 века. А затем по истории государства российского Карамзина, вплоть до сегодняшнего дня, знакомятся очень и очень многие поколения россиян. И вот в этом, пожалуй, такая неприходящая актуальность и ценность этой замечательного труда. Но Карамзин, хоть он широко известен в истории государства российского, ведь он известен не только этим. И дорог нам не только этим. Николай Николаевич Карамзин был талантливым поэтом, прекрасным журналистом и издателем. Символев и Ругиев начал существовать местник Европы. В конце 18-го столетия он писал в различные журналы, переводил. Он, наконец, уехал надо из России для того, чтобы встретиться с теми знаменитыми людьми Европы, портреты которых он сегодня представлен здесь, в этом зале, в этих витринах. И все свои впечатления потом описал в письмах русского путешественника. Но до того, как опубликовать, даже до того, как написать эти письма, это литературное произведение, Николай Михайлович Карамзин летом 1790 года прибыл из путешествия в Петербург. И один из самых первых визитов, первый дом, куда он пришел, это был дом, в котором мы сегодня с вами находимся. Вот этот дворец Гаврила Ивановича Державина, и здесь у Державина, за обедом, он начал рассказывать о своих впечатлениях, о заграничных путешествиях. Именно здесь... Держи.